В разное время Миф о Данай не давал и не дает покоя художникам. Первое упоминание о ней произвел Гомер своей Илиаги, а изображения появились на античных вазах. По греческой мифологии Данай была дочерью аргостского царя Акрисия. И он узнал от Оракула, что его ждет смерть от руки сына собственной дочери Данай. Чтобы избежать это, он приказал бросить Данаю в темницу и приставил к ней служанку, строго запретив ей кого-либо впускать в Данай. Бог неба, грома и молнии, ведущий всем миром, Зевс, увидев Данаю, влюбился в нее и проник к ней в виде золотого дождя через отверстие в крыше. В результате Даная родила от него сына Персея. Эпизод из греческой мифологии о Данай стал популярнейшим сюжетом в западноевропейской живописи. На картинах художники изображают Данаю, заключенную ее отцом Акрисием и проникающим к ней Зевсом в виде золотого дождя. Живописная традиция изображения Данай и золотого дождя начинается с картины 1527 года голландского художника Яна Госсарта, находящейся в пинокотеке в Мюнхене. Его Данай является самой ранней из известных работ на эту тему. Несмотря на эротичность этого полотна, которая никак не была свойственна Средневековью, художник видит в Данай воплощение целомудрия. Как бы то ни было, легко заметить контраст Данай и Яна Госсарта с обнаженными, лежащими в постели, ее изображение на картинах Корреджо и Тициано. Итальянский художник Антонио Аллегри Корреджо написал свою картину «Даная» в 1527-1530 годах. В своей картине он заменил традиционный золотой дождь светящимся облаком, опускающимся на ложе Данаи. На фоне простынь и темных драпировок выделяется прекрасное, воспринимаемое зрителем как живое тело юной красавицы. Крылатый Амур подготавливает Данаю к прибытию с Зевса, а маленькие детки пишут наконечниками стрел имя возлюбленной Зевса. Картина украшает галереи Боргезе в Риме. К теме мифологического сюжета «Данай» Тициан Вичелио обращался как минимум пять раз. Первая «Даная» написана им в 1544-1545 годах. Рядом с героиней изображен Купидон, то есть Амур – бог любви. Вверху картины художник изобразил Зевса в виде падающих капель дождя из золотых монет. По мнению некоторых искусствоведов, в этой картине художник сделал намек на материальную сторону своего сближения с могущественным семейством Форнезе, которому принадлежал сам папа Павел III, семьей которого Тициан завязал свои отношения. Во второй картине «Данай» вместо Купидона Амура уже изображена художником Служанте, что ближе к истине мифа о Данайе, и более четко показано проникновение Зевса в виде золотого дождя. Эта картина была выполнена для Мадридского двора императора Карла V. Именно благодаря этой картине Тициан стал любимым художником монарха. Сама картина находится в Мадриде в музее Прадо. Третий вариант «Данай» написан художником в 1553 году. На картине зритель видит совершенно спокойное лицо Данайи, готовый принять любовь Зевса без удивления. О сладком томлении говорит лишь ее нежное упругое тело, тепло золотистой кожи и розовеющие колени. Ее тело будто сотканное из золотых лучей. Картина находится в Эрмитаже в Санкт-Петербурге. Четвертый вариант «Данайи» находится в Музее истории искусств в Вене. А пятый вариант находится в Лондонском музее Эпсли Хаус. Можно долго еще рассказывать о картинах других многих художников, писавших полотна о Данайи. Но не остановиться на полотне Даная, великого Рембрандта, просто невозможно. Молодая, обнаженная женщина в постели, освещена потоком теплого солнечного света, падающего через двинутый служанкой полох. Женщина приподняла голову над подушкой, протянув руку навстречу свету, пытаясь как бы почувствовать его своей ладонью. Ее доверчивый взгляд обращен в сторону света, губы чуть в полуулыбке. В отличие от произведений других художников, которых мы только недавно видели, на картине отсутствует золотой дождь, символизирующий Зевса, и взгляд направлен не вверх, как можно было бы ожидать, а в сторону протянутой руки. Руки женщины украшены браслетами, а на левой руке, на безымянном пальце, надето кольцо, которое может трактоваться как обручальное, хотя это идет вразрез с сюжетом древнегреческого мифа. Над изголовьем кровати – младенец с крылышками, на лице которого записано страдание. Искусствоведы долгое время по-разному толковали картину. Отсутствие золотого дождя, который мы видели непременным атрибутом на полотнах других художников, вызвали сомнение, что на полотне Рембрандт изобразил Данаю. Картину Даная Рембрандт начинает писать в 1636 году, через два года после своей женитьбы на Саске Иван Эйленбюрк. Он нежно любит свою Саске, часто изображая ее на своих картинах. Не стало исключением и Даная, написанная Рембрандтом не для продажи, а для своего дома. Долгое время оставалось загадкой, почему сходство с Саскеей не так очевидно, как на других картинах художника. И вот лишь в середине 20 века при помощи рентгенографии было установлено явное сходство Даная с Саскеей. Оказывается, после смерти супруги художник несколько изменил черты Даная на картине, так как в это время художник состоял в интимных отношениях с другой женщиной Бертье Диркс. Поэтому измененные черты лица Даная совместили в себе черты обеих любимых женщин. Кроме того, рентгенография показала, что на первоначальном изображении присутствовал золотой дождь, льющийся на Данаю, а взгляд ее был направлен вверх, а не в сторону. У ангела в изголовье кровати было смеющееся лицо, а правая рука женщины была повернута ладонью вниз. В 1772 году российская императрица Екатерина II подбирала картины для Эрмитажа и с помощью своего знакомого Дэнни Дидро приобрела картину у барона Луи Антуана. Так шедевр Рембрандта Даная попал в Эрмитаж. Но у картины была и трагическая судьба. 15 июня 1985 года картина Даная Рембрандта подверглась нападению неизвестного мужчины, который облил холст серной кислотой и нанес по полотну два удара ножом. Вандалом оказался 48-летний житель Литвы. Спасение шедевра Рембрандта началось сразу же после инцидента. В течение полутора часов полотно промывали холодной водой для нейтрализации действия кислоты. Когда химическая реакция была остановлена, стало ясно, что 30% авторского письма Рембрандта утрачено навсегда. Пострадала самая ценная часть картины – женская фигура. Кислота прожла в живописном слое глубокие борозды, которые заполнили стекавшие сверху полотна темные краски, перемешанные с лаком и водой. Некоторые детали исчезли практически полностью. Специально созданная группа реставраторов в составе Евгения Герасимова, Александра Рахмана, Геннадия Широкова приступили к восстановлению шедевра. Процесс занял 12 лет. И 14 октября 1997 года картина вновь появилась перед посетителями Эрмитажа. Так великий шедевр великого художника Харманса ван Рейна Рембрандта картина Даная воскресла из мертвых. В настоящее время картина защищена бронированным стеклом и продолжает радовать многочисленных своих поклонников. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok